Добрый день, уважаемые друзья! На дворе 31 декабря 2019 года. У нас лютая-лютая зима. Помнится, в прошлом году в этом месте, в это время были сугробы снега по пояс. В нашей семье есть одна предновогодняя традиция. Нет, не ходить в баню, она более интересная, более вдохновляющая. Эту традицию мы начали практиковать с недавних пор. В то время, когда суетня, суета, беготня, подарки, ожидание гостей, несколько часов до Нового года мы уединяемся в укромное место, как правило-то в лесу или где-то на поле, подводим определенные итоги и благодарим друг друга за то, что мы есть друг у друга. Благодарим Бога за подарованную жизнь и тех друзей, которые встречаются на нашем пути. Вы, наверное, заметили, что сейчас в социальных сетях появилась модная традиция составлять списки достижений и подводить определенные итоги в конце года. Нет, я вас сейчас не буду утомлять своими достижениями или итогами года. Я хочу поделиться одним маленьким вдохновением. Обычно Новый год желают счастья, здоровья. Я хочу пожелать три вещи, без которых невозможно наслаждаться ни счастьем, ни здоровьем. Это три вещи, которые называются вера, надежда, любовь. В нашей стране сейчас не очень легкое время. И его не очень легко переносить, видя то, что творится. Но вот эти три вещи – вера, надежда, любовь – это то, что поможет нам это все преодолеть. В моей жизни есть два любимых цветка. Один цветок – это ландыш, второй цветок – это сирень. И один, и второй посажен в моем саду. Несколько дней назад жена вышла в сад и вырезала несколько таких как бы веточек сирени. Посмотрите, что с ней произошло. Она распустилась, она показала свое соцветие. Я бы хотел пожелать вам одно небольшое вдохновение на примере вот этой сирени. Пусть ваша жизнь будет в 2020 году как вот эта сирень. Сирень, когда растет, она верит, что перезимует зиму и даст свой цвет. Я помню, что примерзали абрикосы, яблони, груши, даже орехи примерзали. Но ни разу в своей жизни не помню, чтобы сирень не перезимовала зиму и не дала свое соцветие. Первое – она верит, что переживет и расцветет. Второе – она надеется, что она распустится и будет дарить своим благоуханием и своей красотой радость людям. И третье – это тот цветок или даже тот кустарник, а может быть дерево, я не биолог, не знаю, который не нужно хранить, а нужно постоянно обрезать и дарить любимым людям. Третье, что делает сирень – это она дарит радость, дарит любовь друг другу и тем людям, которые близки и дороги нашему сердцу. Еще раз хочу вас поздравить с 2020 годом, пожелать веры, счастья, радости, любви.